Оформив заявку на получение кредита в интернете, жительница округа не только не получила обещанных денег, но и заплатила собственные 9 тысяч рублей. Как уверяли лжесотрудники банка, эти средства были необходимы для перевода заявительницы предоставляемого кредита и на его страховку. О своем горьком опыте общения с мошенниками женщина рассказала нашей съемочной группе. Оформила заявку на сайте «Одобрим кредит» с заявкой на получение кредита. В размере 100 тысяч рублей. Заявка рассматривалась в течение двух дней. В начале этой недели Мария позвонила девушкой и, представившись сотрудницей Тачбанка, сообщила о том, что кредит одобрен. Для того, чтобы денежные средства поступили из Москвы в Наринмарский филиал Сбербанка, заявительнице необходимо оплатить перевод в размере 1750 рублей. Потом поступил еще один звонок от эфиристов. На этот раз они сообщили, что у женщины плохая кредитная история. То, что передав документы в Сбербанк, нашего отделения, пришел ответ, что так как были просрочки по платежам, мне надо заплатить сумму в размере 7330 рублей за страховку. Я не знаю, я никогда не верила таким. И почему это купилось, наверное, на заниженную процентную ставку. После очередного перевода денежных средств на телефон женщины снова поступил звонок от мошенников. На том конце провода сообщили, а через 10 минут заявительнице позвонит представитель банка. Мария вспоминает, в тот момент ее словно осенило. Женщина поспешила в ближайшее отделение Сбербанка. Сделали всевозможные распечатки, выписки, запереводы, все сразу. И я обратилась, конечно же, с заявлением правоохранительного органа. Мария до сих пор не понимает, как такая бдительная женщина, как она, смогла поверить эфиристам. Ведь к оформлению кредита она подходила осознанно. И даже изучила отзывы о сайте, на котором оставляла заявку. Я посмотрела на отзывы, да, отзывы были. Там то, что мы пользуемся, нам уже и кредитные карты оформляли. И почему только, я не знаю, почему у меня сомнений не возникло, потому что у них сайт называется одобримкредит.ру. Они представились работниками Тачбанка. Я почему и думала, что Тачбанк, что это, ну, как-то уже вроде бы известный банк, да, по России, тут у нас их нет, что можно доверять и доверилось. Все обстоятельства произошедшего предстоит изучить сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время, по данному факту, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники окружной полиции в очередной раз предупреждают вас, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не переводите свои деньги неизвестным, малоизвестным людям. Мошенники, чтобы завладеть вашими деньгами, могут предлагать вам различные выгоды для вас условия. Вот как в данном случае это был низкий процент по кредиту и быстрое получение денежных средств. Не верьте, не верьте мошенникам, не дайте аферистам завладеть вашими деньгами. На то, что деньги удастся вернуть, Мария и не надеется. Но своей историей она хотела предостереть жителей округа от подобных фактов обмана. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.